Он один из самых опытных тренеров молодежной хоккейной лиги. Из восьми сезонов пропустил лишь один. Приводил сборную России к победе на Универсиаде. А в этом году впервые вывел реактор в финал Кубка Харламова. Герой очередного выпуска «Историй МХЛ» практически без смены рулевой нижнекамской дружины Александр Соколов. Как он вылез у тебя? Александр Юрьевич родился в Самарской области. С самого детства занимался спортом. Правда, в хоккей попал не сразу. Друг пошел заниматься тренкобежным спортом, но я за компанию с ним пошел, чтобы чем-то заниматься. Поехал. Ездить было довольно-таки далеко. Одному просто страшно возвращаться. Ночью приходилось. Места темные, ехать долго на трамвае. Вдруг что-то так закончил немножко ходить. Я один еще походил месяц. Ну и действительно уже там тосливо стало. И я в стадион поближе, там как раз набор такой хоккейный был. И перешел туда. 57-й год был набран. На него уже не смотрели. Я там ходил пасы около этой коробки, наверное, месяцев шесть. Стоял, стоял, стоял. Тренер, чтобы отвязаться от меня. Следующий год набор был. Он говорит, ну иди его с ними, пробегись. Ну я говорю, вышел, пробежался. За кругом наполовину обогнал, но он меня и взял туда. Счастье было заниматься хоккеем. Тогда мы больше сами занимались. Счастье было, счастье. Как Анатолий Тараш говорил, расчистен ты будь, радуйся ты в хоккее. Да, вот эта коробка. Это за счастье для нас было. Мы занимались им с полным самозабвением. Первые профессиональные шаги в качестве игрока Александр Соколов делал в Куйбышевском СКА. Долго выступал в Казани, а завершил карьеру именно в Нижнекамске. Его опыт помог нефтехимику завоевать путевку в Суперлигу. Правда, сыграть вместе с одноклубниками в элите было уже не суждено. В 95-м 37-летний хоккеист повесил коньки на гвоздь. Неопределенность. Это очень мягкое-мягкое слово такое, неопределенность. Очень сложная жизнь ситуация была. Делай все для себя в советское время, чтобы ты был занят только хоккеем. Это здорово, да? Но там и жизнь такая, пока ты нужен, тебя по головке гладить не нужен. Нагнули и до свидания пошел. А в жизнь выходят люди, а там все по-другому. Как нельзя кстати, пришлось предложение руководства нижнекамцев возглавить фармклуб «Нефтехимика». У Соколова не было тренерского опыта, зато амбиций было хоть отбавляй. Супер, я же вам объясняю, супер уверен. Выходишь, я их сейчас всех научу играть в хоккей. Они у меня сейчас поймут, что такое хоккей. Все в 35 лет. Это как в любом другом действии юношеский максимализм весит. После завершения тренер, это юноша вот такой, ему кажется, что все сейчас он тут, все сейчас он сделает, ему кажется. А потом, чем больше работаешь, тем понимаешь. Стоп, не дурак ли я. Каждый год, сколько ты работаешь, столько можно нового открывать, столько можно нового придумывать. И хоккей, понимаете, он не дает стоять на месте. Каждый год все меняется. А если взять человека, который там три года назад был, для него почти все вновь будет. Еще через три года Александр Соколов дебютировал и в главной команде. В 38 он стал самым молодым тренером российской элиты того сезона. Нефтехимик-наставник подхватил уже по ходу чемпионата. Вместе с финансовой лихорадкой и бегством основного состава. Несмотря на это, нижнекамцы неожиданно для многих попали в плей-офф. Мне там казалось в то время просто, это же команда мастеров, это же мастера. Сейчас я им скажу, куда ехать, и они поедут. Раз сказал, два сказал, они не едут, они едут куда-куда привыкли ехать. И начинаешь понимать, что прежде чем что-то сделать, это нужно очень много накатывать. Кропотливая работа, очень тяжелая. Катать, катать, катать. В 2009-м Александр Юрьевич вместе со сборной России взял золото универсиады в Казани. В том же году образовалась молодежная хоккейная лига, где тренер начал писать свой долгий роман с реактором. Лишь на один сезон Соколов отлучался в ВХЛ. Таких долгожителей в молодежке всего два. Он да наставник «Чайки» Вячеслав Рьянов. Год 45 с одной командой работаешь, начинает приедаться здесь. На молодежке это невозможно, что люди меняются каждый год. Каждый год меняются. Сейчас вот закончится сезон, вот их 10 человек уйдет, придет других 10 человек. Опять новые команды. Сейчас вот лидеры уйдут, придут новые мальчики, которые еще приходят опять два шага назад делать. И опять с этой командой доходить до этого и потом двигаться дальше. В этом сезоне «Реактор» не только выиграл Восточную конференцию, но и вышел в финал Кубка Харламова впервые в своей истории. Причем в матчах плей-офф нижнекамцы стали самой результативной командой, забрасывая в среднем больше трех шайб за игру. Это и есть философия Соколова. Его подопечные ищут счастье не в своей зоне, а у ворот соперника. Там отбрасываться, откидываться, он играть не научится. Поэтому нужно, чтобы он играл активно, чтобы он как можно чаще был в шайбе, сам по себе хоккейст. Тогда он будет расти. Созидание растет хоккейст. Созидание. Игра в активный отбор, когда идет единоборство, когда нужно сесть на соперника, сыграть в тело, подобрать эту шайбу, вылезти с ней, если у тебя получилось, накрыть игрока. Все это при максимальном движении. Я думаю, для развития хоккейсты значительно лучше. Жёстче пас, да. Пошел туда, защитник. Вот пошел. Я не останавливаюсь, я вот так за ним и еду в центр. Вот он туда, не надо мне открываться под него. Ещё, вот-вот, добавь, 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 добавь. Когда встречаемся, мы говорим, ребят, для меня не самое главное, а вопрос. И к вам, к любому из вас первую очередь, к любому, независимо, как он играет и где, будет порядочное отношение, порядочное. С вашей стороны требуется профессиональное отношение делать. Какую мы выстроим с ними, вот эту вот кашу, какую мы начнём варить, вот с какой мы будем все вместе находиться. Здесь будут воспитываться хоккеисты, потому что никто не отнимет и не скажет, что характер и дух – это одно из главнейших в профессиональном спорте. Ни одно достижение, там, мировой рекорд. Ни один там тряпочный человек не дает. Только характер, дух, характер, дух. Поэтому отношения в команде очень много от тренера зависит. И выстроить их нужно большое искусство, чтобы людям хотелось идти, разделал. В октябре Александру Юрьевичу исполнится 60. Признаётся, готов попробовать свои силы и на более высоком уровне. За 23 года тренерской карьеры уверенности в своих силах у него меньше не стало. А вот опыта явно прибавилось. Мы придумали, в какой хоккей играем. Разбили на части, каждую часть откатали отдельно. Потом соединили всё это воедино. Вроде всё нормально, неплохо. И хотелось бы, наверное, вот сейчас, может, действительно, хотелось бы на более взрослых, кому-то попробовать, просто опробуйте это откатать. Но это только такой вопрос. Владёжный хоккей – очень интересная работа с парнями. Очень интересная работа, хорошая работа. Ну, почему не попробовать? Можно попробовать. Будет, если предоставится возможность такая, скажем так. Поколение МХЛ рассказывает о самых ярких и успешных личностях молодёжной хоккейной лиги. В одной из следующих программ мы расскажем о хоккеисте, тренере или болельщике МХЛ из вашего города. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин